Если у нас получится, я залетаю от ВДХ с Фрэнс Листоричева. Окей, Тирон, смотри, договариваемся на 2 по 4, 1 по 2, ок. У меня немножко статы здесь перевалили через край. Всем привет и приветствую вас на моем канале за микрофоном. Как всегда, плагиаты, в этом ролике мы с вами продолжаем рассматривать колоды, которые появились с новым дополнением в руины за пределье. Да, сейчас Харсон переживает не самые лучшие времена, нерфы просто каждую, не знаю, каждые 2 недели. Как только вышло новое дополнение, сразу понерфили ДХ, потом еще раз понерфили ДХ. Ну, все, как я и предсказывал. На самом деле, если вдруг вы не знаете, потому что вы не ходите на стрим, а надо ходить, то я предсказывал как минимум 2 нерфа ДХ, если не 3, потому что, сажали и ублизы немного перестарались с презентации нового класса и выкатили такое, что, ну, не то, чтобы никто не хотел, но осадочек остался. Итак, сегодня мы с вами посмотрим на первого воина. Воина я не снимал ни разу, это первая попытка и, скажем так, мотивировало меня то, что, во-первых, этот воин очень себя хорошо показал в турнире, в недавнем Харсон Грандмастерс. Да, я прекрасно понимаю, что я уже несколько раз заявлял то, что турнирная мета отличается от меты ладдерной и, конечно же, нельзя просто слепо смотреть и, скажем так, анализировать, да, анализировать турнирную мету и затем пытаться играть с этими колодами в ладдере, это может закончиться не очень хорошим результатом. В любом случае, я посмотрел, что у Борконтрола эта колода зашла очень-очень хорошо, затем посмотрел, обратился к статистике на ХС Реплее, нашел усредненно такую стабильную деку, которая хорошо играет с четвертого алмаза по легенду и вот решил вам эту колоду как раз-таки продемонстрировать. Играем мы сегодня на, скажем так, наверное, агрессивном воине, каком-то агрессивном темпо-воине с этими взрывоботами, с Тироном Кровожадом, с предвцентными хрипами и с Иступлением, которое уже давно Иступлением называется, но в любом случае вы знаете о чем я, Алды здесь, как говорится, Алды помнят. И попались мы, кстати, с вами на какого-то, наверное, Бигдруида, потому что, насколько я помню, Дыхание Снов в Токендруиде не играется. Итак, давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать, по-хорошему Громилу Гуртога выставить. Это 100%, это мы 100% могем, если бы я был поумнее. Так как я не очень умный, возьмем Электропику и пойдем немножко постучим по этому Друиду, посмотрим, как он вообще себя чувствует. Оставляем одну внутреннюю ярость, потому что она нам необходима под синергию с Кровавой Наемницей и Кракуронскими Воинами, так как это такой своего рода финишер в данной деке. Если нам очень плохо зайдут взрывоботы, и надеемся на то, что Друид не сможет нам показать миллиард провокаций или резко переобуться, сделать вид, что плагиат в очередной раз не выучил, на чем играет Олег на Десятом Алмазе. Но да, все-таки я угадал, это Биг Друид. Давайте глянем, что же там такое. Окей, есть Громила Гуртога, и, наверное, стоит сначала сделать так, чтобы подешевле Громилу поставить. Потом делаем вот так. Потом я, пожалуй, пожалуй, СТА делаю вот так. Мы можем взять с Корсарского тайника оружие еще одну электропейку, просто чтобы на следующем ходу не тратить очень много маны. Сейчас титанические прихвости не сделают много погоды, потому что, чтобы мы не забафали, если Друид туда направит, ну, кроме, разве что, мастера брони, куда я не очень хочу кидать баф, Друид скажет нет, спасибо, и даст туда свайп, просто выставим тогда Безликого Прихвостня. Окей, и пойдем. Небольшой мисплей, кстати, сейчас был, наверное, с моей стороны. Если бы я поставил Безликого Прихвостня справа от взрывобота и вылупился бы волк, то мы бы могли ауф яйцом этого змея побить, поэтому немножко мисплуй. Ну да ладно. Опа, яичко прокнулось, кажется, летал. За работу! К сожалению, да, там же есть железная... Я забыл, я совсем забыл. Это печально. Ну да ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем обязательно. Я не то, чтобы что-то сверхумное придумал. Я не гений, я своего рода тоже ученый, но, по-моему, я нашел летал. Ну, громко говоря, я нашел летал. Окей, Тирон, смотри, договариваемся на две по четыре, одна по два, ок. Она думала, что ей конец, но вообще-то нет. Вы тоже это видите? Да это ж танки из World of Tanks. Не знаешь про World of Tanks? О-хо-хо-хо. World of Tanks это убойная классика жанра. Эта легендарная игра объединила уже миллионы игроков. А сейчас настало самое время попробовать и тебе. В танках геймплей представляет собой гремучую смесь, где крепкий экшен и суровый расчет создают безупречный баланс. В World of Tanks представлено более 600 моделей бронетехники, что в полтора-два раза превышает экспозиции самых больших танковых музеев мира. А учитывая то, что все модели воссозданы по реальным чертежам с огромным вниманием к деталям, можно сказать, что вот это крупнейший интерактивный танковый музей в мире. В танках быстрый и удобный матчмейкинг, поэтому тебе не придется стоять в очередях, как это было с WoW Classic. Игра постоянно обновляется и по ней проводится куча турниров, так что если захочешь зарубиться как следует, это то, что нужно. Я уже сказал, что танки абсолютно бесплатны. Ну а каждого, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании, ждет царский подарок. Шустрый танк Т2ЛТ. Премиум на неделю и 400 тысяч кредитов для уверенного старта. А тех, кто не заходил в игру более 30 дней, до 30 апреля включительно ждут 14 дней танкового премиум аккаунта. Аренда одного из трех премиум танков восьмого уровня на выбор, а также россыпь бустеров. Береги себя и играй с удовольствием. Чего ты ждешь? Ссылка в описании. Катка номер 2. Мы, естественно, попались на охотника на демонов, потому что, ну, извините, мета-то такая. И, знаете, если он сейчас использует силы героя, не выставит ничего, то у меня есть огромные планы на эту игру, так как я змулиганился специфическим образом. Я увидел, что у нас есть мастерица брони. Я увидел, что у нас есть буйство, и меня вдруг осенило. Костян, ты же можешь выставить мастерицу, ну, мастера брони, ладно. Он по-любому сейчас наспавнит какого-нибудь противного токена. Ты ударишь, сделаешь буйство. Он такой, wait a minute, я не могу это разменять. А потом ты поставишь кровавую наемницу, и на этом игра закончится. Если у меня получится реализовать это, то будет просто прекрасно. Кстати, в последнее время я немножко переиграл в Resident Evil, и... Вам не кажется, что этот чел на Биркина похож? Просто горош с этим... С портретом за тысячу побед он просто... Он просто горош Биркин. В горошек, ха-ха! К сожалению, я немножко не угадал, не прочитал. Токенов сегодня не будет. Ну, да ладно, у меня есть, если что, ранен Талвир, который 100% станет целью подбуйства. Поэтому, да, в принципе, получается хорошо. Итак, давайте теперь пройдемся по мулигану и по тому, как же вы должны играть. Какой у вас должен быть геймплей на данной колоде, чтобы вам было не стыдно. Ну, во-первых, нужно ролять изо всех сил. Это, по-моему, вы и сами понимаете. Как я сейчас делаю, то есть... Вот так вот просто здравствуйте. Здравствуйте. Если вы попадаетесь на токен-колоду, которая пользуется преимуществом стола, то есть спамят стол какими-то маленькими существами, тот же Demon Hunter может подойти под эту категорию, то вы хотите иметь рискового шкипера в начале игры и мастера брони, потому что в комбинации это просто какая-то жесть. Наверное, кровавая наемница просто сделает сейчас еще одно существо огромное. Мы можем затрейдить немножко в срат, но я не хочу мастерицу брони терять, наверное. Мастерица брони, она жесткая. Хотя сейчас мы душим, поэтому, знаете, абсолютно неважно, будет ли у нас броня или нет. Главное сейчас это сделать красиво, чтобы получить максимальное количество брони перед ее смертью. Так вот, возвращаясь к мулигану, если вы играете против токен-дек, то рисковый шкипер плюс мастерица брони это будет просто супер топ. Также вы хотите всегда иметь погонщицу взрывботов, потому что, ну, взрывботы слишком хороши, они не только трейдятся, но и своим предсердным хрипом могут забрать от маленьких существ до невероятно больших. На начальных стадиях это, конечно, 4 урона направленных. Это может вам выиграть игру, вот серьезно. В двух словах, здесь нужно понимать, во время игры на этой колоде, когда давить, когда трейдиться, потому что, наверное, это такая основополагающая штука. И прямо сейчас, я бы сказал, надо давить, но электропика немножечко изменила мои планы. Сейчас мы здесь потрейдимся, посмотрим, что зайдет. Ведьма, прихвостень. Я думаю, что 4 дроп будет очень хорошим. Кто-то мне на стриме сказал, что 4 дропа это вообще одни из самых лучших. Спасибо, что чел на стриме сказал мне, что... Короче, я не дружу с эволюцией, и поэтому шаманы на эволюции вы не увидите еще очень долго. Спасибо за луз, прихвостень. То самое чувство, когда Илюха делает ментморфозу просто, чтобы взять и затрейдиться. Ты понимаешь, что у него игра не пошла уже с этого момента. Окей. Давайте глянем, что там за прихвостень будет. Ну да, конечно, я так затрейжусь. Чтобы за мисплейси не выставить громилу Гуртога, которую я хотел выставить, но не обращать внимания, я, наверное, сделаю безликого прихвостня. Гениально, хранитель истории, просто гениально. Ты джинис. You are genius. Тирон, поехали. У нас будет, чё, 1-5. Ладно, полетели. Ну чё, Илюха, будешь как-то? Нормально? Можешь ждать сайленс, и мы с тобой разойдемся, серьезно. Я уже на мисплейл достаточно здесь. Когда я снимал видос с агрессивным хантом, я серьезно думал, что Тирон играет только в нем. Но, судя по всему, эта нейтральная легендарка скрывает в себе огромный потенциал. Огромный потенциал. Не стоит спорить, что это просто топ. Выставим 6-8, сейчас уж 100%. Хотя... Да, давайте все-таки выставим громилу. Хотя можно сделать и грабительницу, и нормально так затрейдиться. Ну, я бы хотел, конечно, Тирон разбить. Да, наверное, громила Гуртога, это пока что не ультимативный наш плей. Естественно, мы сначала посмотрим, что там с прихвостом придет, потом разобьемся. Ха, эфериал чародей... Эфериал прихвостин, точнее, выглядит неплохо, конечно, да? Но... Но нет, все-таки буду здесь разбиваться. Оп! Если у нас получится, я залетаю в этого ДХ с хранителя истории Чон. Это да. Просто здрасте. Тирон кровожат. Причина, почему ладер в ближайшее время будет заспамлен колодами с... О-о-о, спасибо. Заспамлен колодами с... Железноклювами. Ха-ха! Ой, здрасте, я воин с метаморфозой. Очень приятно познакомиться. Здрасте. Сдавайся, метаморфоза у меня. Катка номер три, очередной ДХ, и заход у нас не самый лучший. Как минимум, у нас есть пленный мерзотень. Да, это круто. Он сможет нам помочь разогнаться по темпу через два хода, к сожалению. Но... Ладно, просто глянем. Карты на Моллигере нам пришли не самые лучшие, но плагиатище. Уже идет третья катка, а ты так и не объяснил, какой геймплан у этой деки. Все просто сына. Или доча. Или... Да неважно. Уже все запорол. Все довольно-таки легко. Вы должны просто четко играть по темпу. Это все, что от вас требуется. Представьте, что вы собрали супермощную деку, и сейчас играете на арене. Но почему-то на арене все играют определенными деками. Вы должны определять. Конечно же, при какой-то колоде вы играете, чтобы принимать правильное решение. Но представьте, что вы просто должны выжать максимально темп из вашей деки, чтобы у вас все получилось. Душилова начинается. Минус семь хп. Третий ход. Здравствуйте. Просыпаемся. Ку. Три пять. Здорово. И, наверное, я сейчас покажу челу, как адский флексить и делать вид, что у тебя все очень хорошо. Это, наверное, вот так, вот так и вот так. Плюс удар. И, знаете, с кровавой наемницей у нас все должно быть хорошо. Если сейчас ДХ нам выкакает алтруиса и попробует сделать какую-нибудь полную дичь с миллионом карт, я расстроюсь. Реально, я не буду скрывать. Это будет просто расстройство. Ой, какой хороший. Я только обнаружил. Я только его увидел, чат. Я только увидел. Прикиньте, он делает свои клинки азенота, а мы такие хы, отдай. Метаморфозу у одного украли. Теперь осталось клинки азенота украсть. Ой, альдрахийские клинки. Ты можешь хилиться. Боже ж ты мой. Я тоже кое-что могу. Короче, палите сюда, парни. Просто палите, парни. Делаю буйство. Делаю кровавую. И говорю... Hello, my name is very aggressive war. Меня немножко статы здесь перевалили через край. Пятый ход. ДХ, разменяй-ка это все. Так, ты же сейчас реально не сделаешь это, да? Окей. Ой, ДХ, кажется, тебе летал. Давайте я залетал у тебя твоим же оружком. О, боже. Спасибо за пушку. Спасибо за пушку. Всего доброго. Кэтка номер 4 и очередной ДХ. Посмотрим, сможем ли мы с ним справиться прямо сейчас. Эх, это печально. Это очень печально. Старт у него мощный. Старт у него может законтролить нашу мастерицу брони, что для меня просто супер плохими новостями является, так как наша движуха с мастерицей брони и буйством не прокатит в этот раз. Окей, ДХ решает ни хрена здесь не трейдиться. Очень жаль. Внутренняя ярость не ожидается в ближайшее время. Это очень плохо также. Но, наверное, здесь наказание за то, что в данном матче я сделал такой экспериментальный мулиган. Я оставил буйство. Надеюсь, на то, что нам зайдет хорошая карта, чтобы мы идейшим образом затрейдились с его ранними существами и затем просто за счет этого выиграли. Но, к сожалению, это не получилось так, как я планировал. Ладно, просто погончиться взрывботов. Пойдем поиграем по темпу. К сожалению, у нас не по самым лучшим таймингам к нам в руку пришли боевые ярости. Две штуки. Хых. О, спасибо. Хотя за что спасибо, я не знаю. Воздушный налетчик, может, что-то даст нам. Еще один воздушный налетчик. Еще один воздушный налетчик Нет, такого не будет Давайте сделаем так Давайте еще одну погонщицу бахнем Попробуем это затерпеть Крикунья скверны Знаете, с пропуском хода Это, естественно, тетка 6-7 По-другому быть не может Если это тетка 6-7 То наше яичко очень сильно обрадуется А, всего лишь антеон Слушай, а нахрен ты антеон играешь, братан? По-моему, мета прошла от твоих антеонов Может, я чего-то не знаю, ребят Но, по-моему, антеоны уже не самые крутые Особенно, когда яичко стоит и ждет Пока его разобьют Окей, погнали воздушный налетчик Тогда еще один Вау Класс Да, это, кстати, очень клево С учетом того, что Сейчас мы не торопимся ставить мастерицу брони Так как я ее буду ставить Как только плен антеон будет просыпаться Плюс Когда подрывнится сокет Или сокет Или сокет Ха-ха Погибнет По правильным таймингам, да То мы сможем вернуть этого антеона Или любое другое огромное существо ДХ Которое, знаете ли, очень любит быть имбалансными Меня не поймать Ага Все Ух, как же у меня будет брони много Я сейчас просто привткушаю Окей, у нас есть прекрасный топдек И прямо сейчас, наверное, мне стоит продемонстрировать вам Что значит Добор, сынок Один оф Можете поспамить в комментариях Пропустил Перевозбудился от этого плей, извините Шишка закипела просто Ой, Тирон, здравствуйте Давно не виделись У нас есть еще внутренняя ярость, кстати Но внутренняя ярость будет очень кстати В комбинации с... Я опять пропустил два урона Вот тут можно уже, в принципе, задизлайкать ролик Нет, не надо Внутренняя ярость будет очень кстати С кровавыми наемницами и крокровским воином Возвращаю тебя в недры Что скажешь, чел? По-моему, он уже ничего не скажет Окей Ну, естественно, ты заберешь мастерису брони, окей И я это понял Понятно Ясненько, понятненько Здесь я не вижу другого плея Кроме как сагрессировать очень мощно, как я и хотел Просто вот так вот Поздороваться с ДХ Ставить ему 6 хп Конечно, он сейчас может неплохо так прокачать свою пушку И нормально так отхилиться Добора у нас немного Карты у нас здесь не самые лучшие В идеале, конечно, получить какого-нибудь Громилу Гуртога, чтобы хоть как-то стабилизироваться на столе Либо додушить Но для того, чтобы додушить Нужно, как минимум, чтобы у нас хоть что-то осталось на столе Еще один каракронский воин Внутренняя ярость плюс буйство было бы очень кстати Понимаю Ну да, здесь он будет максимально использовать Баффы своей пушки, чтобы отхилиться прям по полной Это я понимаю Попробуй сейчас Как-то добраться Сейчас Шкипер прилетит, по идее, да Точнее, не добраться, а подсобраться Давайте так Давайте Выставим двух существ Таким образом Шкипер подчистит эту провокацию Чтобы мы не дали ему хила У нас останется на столе Хоть, ну, два существа Хоть, естественно, супер слабых Но все равно они хотя бы останутся Чел играет как-то медленно У него есть пленные антеоны Не знаю, на что он рассчитывал С этой сборкой, да Но явно не на такую жесткую агрессию В свою сторону Он может выставить тетку 6-7 Ему будет прям очень хорошо Ой, как медленно Ой-ой-ой Он даже черепку, да По-моему, разыграл Не со сгоем Ой, какой кошмар Медленький Я не видел такого медленного хода Ей уже 10 тысяч лет Что за хрень Ладно Тогда давайте сыграем Громилу Здесь немного, естественно, потрейдимся Сначала добрать Сначала добрать Хотя можем его усилить буйством По факту, да? Чтобы его вообще забрать никак не делала Но лучше Лучше сделать сейчас добор Хватит уже мисплеить мне в этом матче, да? Лучше сделать добор Добрать как раз-таки Каркронского воина Для летала нам нужна еще внутренняя ярость И не нужно никаких провокаций дыхать Спасибо Обойдемся Затем это будет Легко Это очень плохо Итак, ну здесь мы можем сделать Громилу Без проблем Вместе с Громилой И с использованием нашей пушки Мы это все размениваем Можем, кстати, переобуться Возможно, да? Ну нет, я думаю, что это В этом нет необходимости Прямо сейчас Давайте сделаем так Чтобы Громилу подешевле поставить Сделаем так Сделаем так Можем в него бахнуть буйство Выставить яйцо морского змея Да, давайте так и сделаем Немножко усилим наш стол Чтобы его подкалить Если он не сможет зачистить это С каким-нибудь С Друисом Изгоем Это нужно 7 карт разыграть Вместе с ним, да? Чтобы еще яйцо почистить То у нас будут, возможно, шансы Для того, чтобы его додушить Наконец-то Окей Чел, ну ты готовься там Играть всю руку В скобочках вообще всю руку А, ну еще хилится на миллион, окей Ну только хилится на миллион Прямо на миллиард Еще двойной удар должен пойти Что-то с Гул'дана, наверное, черепа Или ничего? Че? Ага Яйцо в бой Добил яйцами на Пасху Что ж, ну это и триумфальная победа над охотником на демонов Геймплей подходит к концу Огромное спасибо за просмотр Код вкладывается в мальчинате в описании И в моей группе ВКонтакте Как вы могли заметить Данная колода показывает себя очень-очень хорошо И я ее, естественно, рекомендую к крафту Если вы все никак не могли найти деку на воина На которой вы бы могли прапаться в легенде Либо просто дойти до нее И прочее, прочее Конечно, для крафта данной колоды вам, естественно, понадобятся карты из приключения Поэтому, если вы еще не купили приключения Я вам крайне это рекомендую Что ж, если ролик вам понравился и оказался полезным То буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал Ну а за микрофоном был как всегда плагиат Дерзайте, пользуйтесь колодой От нерфов она не пострадает А после нерфов будет играть только лучше Еще раз играм на свой симпс за просмотр За микрофоном был как всегда плагиат И увидимся на следующем стриме и в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok